Ну что там, вопросы отвечаем? Не можешь, блин, не можешь, что ли? Ну, не надо. Давайте. Если что, же мне онлайн. На Брюнбургском. На Брюнбургском. На Брюнбургском, я лен. Первое сентября мы были на отдыхе в семье, и поэтому я пропустил первое сентября. У меня был такой ранец на двух рямках зеленого цвета с красной колодкой. Оно было праздничное, да, я помню. Пошел с удовольствием с мамой, с бабушкой, с папой. На самом деле, я не очень помню это было так давно, но могу сказать, что мне нравилось ходить в школу, встречаться там с друзьями и весело проводить время. Было очень давно, конечно, был спорткласс, я думаю, было весело. Наталья, не вспомню. Я помню отчество, по-моему, Вениаминовна, у нее было. Я не помню, Лариса Вениаминовна, по-моему. Нет, было очень давно, нет, не помню. У меня менялись, скажи, и первые учителя менялись вообще. Так что не запомнил. Я помню, что Елена, отчество, по-моему, Елена Николаевна. Людмила Николаевна. Существенная физкультура. Моя любимая литература, наверное. Хоть я особо не читал, но стихия любимой. География. Физкультура. Там можно было заниматься спортом, тратить энергию и играть в веселые игры. Да, это был мой любимый предмет. Литература. Такие точные науки, физика, алгебра, геометрия, то есть математические. Вот с таким уклоном, логическим, мне больше нравились. Скульптура. Моя любимая математика. Геометрия и химия. Математика. Мне не нравилась математика, я не был силен в ней. Мне она очень не нравилась. Наверное, химия. Я думаю, астрономия. До восьмого класса совмещал, потом не совмещал. Совмещал, в принципе, без проблем, потому что у нас каждые выходные, суббота, воскресенье были игры. Но приходилось пропускать субботу. А с понедельника уже был, делал домашние задания. Все было хорошо. Да, это было достаточно тяжело, особенно делать уроки после школы, когда нужно было идти на тренировки или игры. Было сложно делать это одновременно, но я справлялся, и домашнее задание было выполнено. Довольно-таки просто у нас был спортивный класс. Было дозволено все, как не ходить в школу, так как где-то мы не ходили на тренировки. Они закрывали глаза на мои пропуски, я старался прилежно учиться. И вот тут в школе именно аттестат по оценкам это доказал. Спасибо родителям, возили меня в тренировок в школу, успевался спокойно. Я был примерно мальчиком, поэтому все мне по счастью. Ох, я не был лучшим, но я был в порядке. Я был прилежным учеником, но я вам не скажу, какие оценки получал. А трех и пятерок? Двоек не было. Четверки, пятерки, оно было и тройки. Тройки. Первое время, наверное, 7-8 на четверки. Потом появился у нас спорткласс. И все. Да, приходилось. А из чего? А ну вы знаете, у детей это же постоянно бывают какие-то споры, разногласия. Остротки какие-то, ну вот, из-за этого и получалось. Но это было немного. Дрался ли я в школе с другими учениками? Нет, я был хорошим парнем и не дрался. Я не любитель драк. Нет, так как мы учились с одной командой. Ну, нет, драться приходилось с другими ребятами с другого класса. Мы всегда побеждали. Ну, было пару раз за драки. Мне приходилось ходить часто. Да, конечно, не раз. Очень много с плохой поведения. Скажу так, мы все по очереди ходили туда через день. Это были булочки, которые там пекли. Они были очень вкусные. Я бы до сих пор с удовольствием заехал в школу. Взял бы этих булочек себе покушать. И еще там есть фирменное блюдо у нас. Я из Уфы, из Башкирии. Это называется. Стыбы с картошкой. Это очень обалденно. Мне всегда нравилось. Гороховый суп, наверное, с черным хлебом. Пицца. Пицца. Пицца была лучшей. В нашей школе был кафетерий, где была действительно хорошая пицца, которую я люблю больше всего. Я думаю, это будет мой любимый. Ну, естественно, сосиска в тесте. Да, у нас было такое соревнование. У нас был урок на четвертом этаже. А внизу были, как я помню, на класс сдавалось по 20 пирожков. И у нас было соревнование. Первые 10 получать по двое. Это очень было зрелищно. 20 человек с четвертого этажа веку в месяц, не замечай, не директоров, не завучи. Ну, мало приходилось прибегать первым. И два пирожка я всегда захватывал. Когда я учился в школе, уже практически заканчивал ее. И случился у меня завал по геометрии и по химии. Ну, просто, честно говоря, ну, не понимал предмет. В этом ничего такого нету. Я считаю, плохого. Ну, к каждому человеку все приходит с возрастом. Я считаю так. Вот. Я занимался хоккеем в это время. Ну, как я уже сказал. И я стал замечать, что машина тренера очень часто находится возле моей школы. И я не пойму, как произошло, но оказалось, что у моего тренера директриса – это его теща. Ну, вот. Я познакомился. Она стала называть меня сынок. Ну, вот так. Слава Богу. Немножко вопросы сгладились. Продолжение следует.